Праздник Победы 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 Возможно, даже потрясение. Благодаря мощному звуку и большому экрану киноконцертного зала «Панорама» создалось ощущение присутствия, будто ты становишься частью происходящего. Современное техническое оборудование зала создало еще больше эффект погружения в историю. Скажу честно, это один из лучших кинотеатров, которые я посещала. Картина «Девятаев» заставила задуматься о многом. Впечатления от истории, тем более подлинной, очень сильные. Мне очень понравился фильм, несмотря на то, что там были страшные моменты. Фильм очень яркий и показывает историю героя. Очень эмоционально здорово кино. Очень интересно, на одном дыхании смотрится фильм. Мне нужно еще остыть, чтобы осознать все это. Но действия невероятные, невероятные. Вообще, я горжусь своей родиной, своими предками, своими солдатами, кто действительно нам исковал эту победу. Невероятный фильм. Добрый день, дорогие друзья. Как мы уже сказали, в Твери прошла премьера долгожданной военной драмы «Девятаев». Режиссер Тимур Бекмамбетов воплотил на экране подлинную историю подвига советского летчика Михаила Девятаева. Кино часто воспринимается нами всего лишь как большое развлечение. Но на самом деле оно уже давно перешагнуло эту черту. Есть фильмы, которые помогают нам не только скоротать время. Такие фильмы, как «Девятаев», могут дать нам силы на преодоление трудностей, задуматься над настоящим, смело взглянуть в будущее. Если вы хотите прочувствовать всю мощь фильма, по достоинству оценить интересные художественные решения, значит, вам в панораму. Благодаря высокому уровню оснащения самым современным техническим оборудованием, все происходящее на экране воспринимается зрителями как наяву. Справедливости ради нужно сказать, что на Смоленском 29 все самое-самое. Хотите полюбоваться видами города с высоты птичьего полета, откуда открывается великолепный панорамный вид на Тверь, ее исторические и природные достопримечательности, значит, вам в панораму. Совсем скоро мы будем отмечать праздник Победы. Никто не забыт и ничто не забыто, и это правда. Вот уже 71 раз 9 мая в небо взмоют искры счастья. Праздничный салют. Если вы хотите увидеть главное зрелище этого вечера, фейерверк с лучшей обзорной точки города, насладиться бодрящим воздухом и свежестью уходящего дня, сделать фото заката и салюта, значит, вам в панораму. А в случае непогоды вечер можно продолжить в ресторане, чтобы ничто не могло испортить вам праздничного настроения. Ведь ресторан Панорама – это идеальное место, где прекрасный интерьер и внимательное обслуживание сочетаются с высоким искусством кулинарии. Ну, а если вдруг напала хандра, тогда вам точно на концерт в Панораму. Как известно, хандра боится ярких эмоций и острых впечатлений, а этого сполна хватает на наших концертах. И 12 мая для вас выступят многократные лауреаты премии «Шансон года» Сергей Куренков, Яков Кирсанов и Денис Годицкий. Я недавно открыла для себя в творчестве Сергея Куренкова очень интересную страницу, и хочу с вами этим поделиться. Сергей – умный и чуткий человек, тонкая натура. И, конечно, тема патриотизма не обошла стороной его творчества. Так передать свою боль, рассказать о событиях военных лет, может далеко не каждый автор-исполнитель. Здесь чей-то сын, и чей-то милый, и чей-то первый ученик. Они легли на поле боя, жить начинавшие едва. И было небо голубое, И было небо голубое, И было небо голубое, Была зеленая трава. А я приглашаю вас на концерт лауреатов премии «Шансон года» Сергея Куренкова, Якова Кирсанова и Дениса Годицкого. Заходите на наш сайт panoramadefistver.ru, звоните по телефону 300-033, оставайтесь с нами, и до встречи в «Панораме». Сегодня у нас долгожданная рубрика «Акустический уголок». Я напоминаю, что мы приглашаем певцов-музыкантов нашего города, и они исполняют вживую свои собственные композиции. Сегодня у нас в гостях замечательный дуэт группы «Витамин В». Ребята, я рада вас видеть у нас в гостях. Спасибо, что вы пришли. Давайте мы начнем. Мой любимый такой вопрос, я задаю его всем. Как начался ваш творческий путь? С чего началась музыкальная история? Ань, привет! Рады тоже прийти в гости. Спасибо, что вы нас пригласили. Мы с удовольствием исполним свои песни и расскажем, наверное, с самого начала, с чего все началось. Это то есть с рождения? Это да, это в начале... С моего, получается? Подожди, нет, в начале я родился. Все-таки с твоего? Да. В семье? Начались вот эти вот сестринские, братские вот эти, да, споры. Ну а куда без них? Все знаю, все знаю. Проходи лично. На одном телепроекте очень смеялись. Не то, что смеялись. На этом проекте тоже и ты была однажды. Нам сказали, что мы очень мило ссоримся. В общем, у нас прекрасная творческая семья. Мама, папа, поют. Бабки, дедушки. Да, все, в общем, на чем-то играли, пели, танцевали. Постоянно какие-то были застольные посиделки, музыкальные посиделки. В общем, родилась Настя, и я был в няньках, потом... Я помню тот период достаточно плохо. Я помню, как мы уже играли много. Я извиняюсь, ребята, какая у вас разница между... Десять лет. Десять лет. Ага. Почти целый век. Какой век. Ладно. Десять лет, ну, на самом деле, нормально. Как раз таки. Особенно сейчас. Если бы я был младше, это было бы, наоборот, как-то странно, мне кажется. Первые свои шаги я делала, держась за руки. За пальцы, да. Держи меня за руку, скорее всего, вот эта песня посвящена. Держи меня за руки. За руки, да. В два с половиной года я пела, и я помню это ощущение, когда после выступления ко мне подбегали просто огромные толпы людей, выступающих, и зрителей. Кто-то просто мимо проходил. Да нет, взрослых и маленьких. Все подбегали и хотели сами сфотографироваться, а я стояла так. Я до сих пор помню это ощущение, что ничего себе так может быть, я хочу быть звездой. Два с половиной года, это как-то так прям необычно. Я в два с половиной года научилась читать. И пела уже, да. И да, я уже и пела, и разговаривала достаточно хорошо. У нас есть даже там записи с магнитофоном, где я пою, Антошка, Антошка, и еще чем-то. Да, это родители купили караоке-центр. Да, да, да. И он стал целыми днями быть использованным. Использованным, потому что... Центром, да, всей его дамы. Да, да, да. Центром квартиры, просто центром дома нашего. У нас было две любимых песни. У Насти было «Антошка, Антошка, пойдем копать картошку». А я в это время уже пел «Потому что есть Алешка». Да, а мне и Алешка. Песни посерьезнее пошли. Вот дети, да, как раз тут. Мы поехали в Тверь выбирать аппаратуру музыкальную в школу. И мама предложила, что давай заедем в музыкальное училище Мусоргского и в музыкальный колледж культуры Львова. Львова. Да. Мы заехали в одно и другое место, и как-то вот мне больше понравилась атмосфера и вообще, как меня приняли в музыкальном училище, который уже сейчас колледжи, да, все? Да, все колледжи. В общем, и я загорелся, думаю, ничего себе интересного, почему бы не попробовать? Мне было лет пять, мне очень нравились стоматологи, и я думала о том, что, блин, они же много зарабатывают, буду стоматологом. Но потом поняла, что нет, я не хочу, спасибо большое. Что артисты тоже могут неплохо выработать. Раз уж пришли сюда в гости к нам, исполните свою песню. Может быть, и мы с моим дорогим оператором, да, тоже будем включать фонарики, и вот вам вот подпевать и аплодировать. Отлично, но чтобы нам исполнить песню, мы пришли не одни. Мы пришли с очень классным музыкантом, с гитаристом Дмитрием Исаев, вот, мы аплодируем. Ее спасибо, что нас поддержал, пришел с нами. И мы прямо сейчас вот в акустику здесь исполним песню «Где ты, там и я». Снег ложится на ресницы твои, мне где-то снится, Что придешь ты ко мне, и ладонь твоя прикоснутся, пробуждая. Ты меня успокой, ведь я так скучаю по тебе. По дорожке мы с тобой пойдем одни, ты за руку меня опять возьми. Между строчек улыбаемся, шутя, в этом мире. Где ты, там и я, где ты, там и я, где ты, там и я, где ты, там и я. Закружиться в белом танце с тобой, в объятиях забыться. И ты рядом, хотелось обнять, но мне это снится. Пробуждая, ты меня успокой, ведь я уже знаю, ты моя. По дорожке мы с тобой пойдем одни, ты за руку меня опять возьми. Между строчек улыбаемся, шутя, в этом мире. Где ты, там и я, где ты, там и я, где ты, там и я. По дорожке мы с тобой пойдем одни, ты за руку меня опять возьми. Между строчек улыбаемся, шутя, в этом мире. Где ты, там и я, где ты, там и я. Где ты, там и я, где ты, там и я. Где ты, там и я, где ты, там и я, где ты, там и я. Вы смотрели программу Культфьюжн. Оставайтесь с нами и до новых встреч.